Новая Земля? Планета Глизе-667CC. Супер-Земля с водой и со своей звездой. Все мы задумчиво смотрели на звезды и думали, есть ли в космосе жизнь. И вот в 2011 году была обнаружена планета Глизе-667CC, у которой есть своя звезда Глизе-667CC, как у нашей планеты Солнце. Эта планета и звезда находятся в созвездии Скорпиона. Это в 23,67 световых лет от нашей планеты Земли. Не стоит путать, Глизе-667CC это планета, а Глизе-667CC это звезда. Глизе-667CC относится к классу красных карликов, то есть она в разы слабее нашего Солнца. Температура ее поверхности достигает 3400 градусов по Цельсию, а значит она излучает меньше радиации, также имеет светимость в чуть более 1% от солнечного значения. На планете Глизе-667CC присутствует вода, а значит возможно и жизнь. Ей дали название Супер-Земля, потому что она больше Земли и меньше планеты Урана или планеты Нептун. Она делает полный оборот вокруг своей звезды за 28 дней. Что было бы, если бы мы попали на Глизе-667CC? Во-первых, нам неизвестна плотность планеты, а ее масса больше Земли. Во-вторых, ее атмосферное давление будет выше, и гравитация также будет выше примерно на 60%. От этого и вес, вернее масса, будет больше. Большая вероятность, что это газовая планета, но с присутствием воды. На одной стороне планеты будет всегда день, а на другой всегда ночь. Это также влияет на климат экзопланеты. Также с планеты будет видно звезду, которая во много раз больше нашей планеты. Это потому, что она расположена ближе к планете. К примеру, Земля производит оборот вокруг Солнца на расстоянии одной астрономической единицы, а Глизе вращается вокруг своей звезды на расстоянии 0,11 астрономической единицы. Так что на этой планете вполне комфортные условия для поселения. Интересно подумать, что вы считаете насчет этой планеты. Экзопланета находится в обитаемой зоне, это вторая экзопланета у звезды 667c в тройной системе Глизе 667. Минимальная масса планеты, которой удалось посчитать, это 3,8 масс Земли. С учетом того, что радиус эффективной земной орбиты в этой системе составляет всего 0,11 астрономических единиц, температурный режим планеты, возможно, очень близок к температурному режиму Земли. Моделирование в лаборатории жизнепригодности планет при университете Порто-Рико в Аросибе показывает, что средняя приповерхностная температура атмосферы может составлять порядка 300 кельвинов или 27 градусов Цельсия, в случае, если планета имеет атмосферу, подобную земной, с парниковым эффектом, за счет наличия 1% углекислого газа и при Альбедо 0,3. Всем спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!